Утро на телеканале Россия продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Ананьева. Здравствуйте. На календаре пятница, 8 декабря. Появятся новые дороги, детские игровые площадки, места массового отдыха и многое другое. Почти полторы тысячи проектов по инициативному бюджетированию будут реализованы в городах и селах Чувашии в следующем году. Напомню, в республике, как и по всей стране, эта программа действует уже четвертый год. Это значит, что даже у жителей небольшой деревни есть возможность самостоятельно определить приоритеты развития своего населенного пункта. Люди могут подавать заявки на финансирование проектов, которые улучшат условия жизни в глубинке. Сейчас в республиканском бюджете заложено более 500 миллионов рублей для выполнения 440 инициатив, прошедших дополнительный конкурс в июле этого года. И еще более тысячи по итогам заявочной кампании в ноябре. 70 миллионов рублей предусмотрели в бюджете республики на интенсивное развитие лесного хозяйства в 2024 году. Это почти вдвое больше, чем в нынешнем. В год экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии впервые из республиканского бюджета выделят более 15 миллионов рублей на оплату труда лесничих. Они дежурят круглосуточно, обеспечивая безопасность лесов от пожаров и незаконных рубок. По данным регионального Минприроды, предусмотрены и средства на закупку лесопожарной техники, а также оборудование. Кроме того, запланирован капитальный ремонт конторы Канажского лесничества и создание теплиц для выращивания семян в закрытой корневой системе на базе Ибресинского лесничества. Жители Чувашии ждет предновогодняя ярмарка. Об этом сообщили в Минсельхозе Чувашия. Так купить товары для праздничного стола и украшения для дома можно будет 16 декабря во Дворце культуры и химик города Новочебоксарска. Предновогоднее время еще одна возможность презентовать качественные товары, а также приобрести фермерские продукты по выгодным ценам. На ярмарке будут представлены мясные наборы, полуфабрикаты, молочная продукция, овощи. Также можно будет найти оригинальные подарки ручной работы, живые ели, елочные игрушки. Добавлюсь сельхозпроизводителям региона, места за прилавками предоставляются бесплатно. Лето или зима для настоящего ценителя здорового образа жизни в любое время года найдется развлечение по душе на свежем воздухе. Коньки, хоккей, лыжи, катание на ватрушках – и это еще не вся часть зимней программы. В Чубоксарах большой выбор развлекательных и интересных игр позволит скрасить досуг детей и взрослых в выходные и праздничные дни. Катание на коньках – традиционное зимнее развлечение, которое настраивает на праздничный лад. Заряд позитивной энергии и хорошего настроения можно получить на ледовых площадках города. Еще одно зимнее развлечение – катание на лыжах. Всей семьей можно отправиться в Бериндеевский лес или в парк имени 500-летия Чубоксар. Более подробная информация на сайте Минспорта Чувашия. Таковы вести к этому часу. Желаю вам успешного завершения рабочей недели и отличных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова